Так или иначе, все, что мы пытаемся делать, это понимать фидбэк и двигаться от него. Потому что именно Product Market Fit в данном случае, наверное, самая важная вещь. Первый, наверное, полноценный альтернативный взгляд и подход к финансам на блокчейне после мейкера. Работа с биржами, агрегация цен оттуда и так далее. Это на самом деле самая тяжелая вещь, потому что, обладая каким-то большим капиталом, ими уже можно манипулировать. На самом деле, тебе и не нужны никакие рекурсии и циклы. Или вызов по цепочке, там, контракт из контракта. Я немножко не верю в DeFi, я верю в более, скажем так, глобальное движение, которое мы будем развивать. Всем привет, это базовый блог. Сегодня его ведущий Сергей Павлина, а у меня в гостях Алексей Пупышев, основатель компании блокчейн-разработки Venture Lab и соавтор протокола Neutrino и Gravity. Привет, Алексей. Привет, Сергей. В начале выпуска хотелось бы поблагодарить наших спонсоров. Во-первых, это компания HODL-HODL, площадка для покупки и продажи биткоинов без верификации. Зарегистрируйтесь по ссылочке в описании и получите скидку на комиссию. Мы сами пользуемся HODL-HODL. Мы очень благодарим их службу поддержки, которая в случае чего готова прийти на помощь и помочь вам, если что-то где-то вам непонятно. Они откликаются активно, у них очень классное оповещение, кстати говоря, на Telegram и в почту. То есть там на каждом шаге можно себе настроить верификацию всего и вся и получать информацию о том, что происходит в процессе, собственно говоря, трейдинга, что лично для меня очень удобно. Ну а сам по себе вот такой децентрализованный подход к покупке и продаже биткоинов – это, ну, вообще суперкруто. И насколько это возможно было сделать это удобным, мне кажется, ребята делают это удобным, что очень классно. Второй наш спонсор – это компания Zerion. Понятный интерфейс к DeFi протоколам. Ссылочка Zerion.io тоже в описании, естественно. Мы давно и плотно дружим с компанией Zerion и делаем с ней вместе различные проекты и вместе записываем различные выпуски, которые объясняют то, как работают DeFi протоколы, как работает MakerDAO. Мы сами, как в случае с HODL-HODL, так и в случае с Zerion пользуемся этим продуктом, потому что Zerion – это первое, наверное, в области Ethereum, мне кажется, приложение, с которым мне не пришлось бороться. Я просто открыл вкладку, нажал на кнопку, все заработало и все было понятно, как в моем мобильном банке на мобильном телефоне. Просто обалденно. И третий наш спонсор – это Solana – быстрый блокчейн без шардинга. Мы уже несколько раз говорили о том, что токены Sol сейчас уже доступны на Binance и можно торговать ими, собственно, на бирже. Подробности про данный блокчейн читайте на сайте solana.com и в телеграмме Solana.ru, ссылочки, естественно, в описании. А также слушайте отдельный выпуск нашего подкаста с CEO Solana, Анатолием Яковенко, где он в подробностях рассказывает, что же это такое и почему Solana – это тоже хорошо, а не биткоином единым и будем жить. Как всегда, мы благодарим наших донейтеров, которые нам скидывают деньги на patreon.com.br, а также донаты можно закидывать нам на кошельки, биткоин кошелек, эфириум кошелек и даже по лайки нам можно пересылать деньги. Мы будем очень признательны, если вы поддержите наш подкаст и позволите ему существовать более комфортно, сделать большее количество материала, делать его более качественно и более интересно, наверное, так. Спасибо нашим спонсорам и патронам. Мы традиционно в начале спрашиваем гостей о том, как они оказались в криптовалютах и как попали вообще в эту область блокчейн-разработки. Расскажи про свой путь, каким образом ты стал основателем аж своей компании блокчейн-разработки. Не поверишь, с криптой у меня связано два фома, начиная с 2013 года. В тот момент я работал в одном из алгоритмических хедж-фондов, то есть фондов, которым занимался управлением капитала, инвестированием в различные стратегии торговые, созданием своих торговых стратегий, арбитражных или каких-то спекулятивных. И в частности в портфеле фонда, в портфеле этого хедж-фонда были проекты, связанные с криптой еще в 2013 году, то есть когда еще ликвидности абсолютно не было, когда, я помню, в тот момент было две биржи, МТГокс и еще какая-то. Вот, и, соответственно, тема была очень горячей. Но кроме биткоина, собственно, ничего не привлекало внимания, то есть это был единственный в тот момент какой-то значимый продукт, дистализованный криптопродукт. И у меня были проекты, в которых я и моя команда занимались тем, что анализировали мошенников в майнинг-пулах, то есть находили тех, кто пытался слать какие-то неверные хэши или делать это многократно, но так или иначе пытались скамить пул. Вот, и простыми моделями их нужно было находить, то есть статистическими моделями находить, какие из, условно говоря, пиров пытаются хакнуть и, естественно, их отключать или каким-то образом накладывать на них санкции. Параллельно с этим были также проекты, связанные с тем, как правильно генерировать ликвидность, да, по крайней мере, как выставлять ордера на биржах. В тот момент, в частности, проекты были и по поводу создания криптобирж, одних из первых. Вот, но, честно говоря, в 2013-2014 году я абсолютно не понимал, зачем это нужно и кому. Во-первых, потому что не было абсолютно никаких user-friendly интерфейсов вокруг, да, то есть были какие-то сервисы, связанные с курсами, тогда они появились, биткоин стоил в какие-то копейки, но уже что-то было. Вот, а в общем-то больше ничего, то есть любая установка ПО, это была жуткая боль. Я помню, мы ставили майнеров, помню, мы все этим занимались, но вопрос оставался, зачем это все нужно, кроме как для теневого рынка, было непонятно. Поэтому, когда стали возникать кризисы на финансовых рынках в конце 2014-го года, я благополучно ушел в другую сферу, заниматься уже разработкой такой классической в компании Rike, но так или иначе про эту тему я забыл на некоторое время. Ты, получается, ты не только занимался именно вот этой вот историей, связанной с трейдингом и с инвестированием, но ты занимался уже разработкой, да, на тех порах? Да, я уже из хедж-фонда ушел в быстрорастущий стартап Rike, который на тот момент рос дикими темпами и уже занимался непосредственно разработкой приложения и дата-сайенсом и тому подобное, то есть чем-то не связанным с криптой абсолютно, потому что не было понятно, что такое крипте. Ну, естественно, через много лет ты осознаешь некое фома, потому что и бит-точки были, и в целом понимание индустрии какой-то тот момент было, но зачем это нужно было непонятно. Второе фома было уже в 2016 году. Еще в 2014 году я видел ICO эфира, я читал, я пытался вложиться, но для меня было непонятно абсолютно, что это. То есть это как бы объяснение вайтпепере, и тот еще, помнишь, лендинг, в котором просто какое-то здание нарисовано. Абсолютно непонятно, что, о чем этот глобальный суперкомпьютер и так далее. Было сложно потрогать, было сложно понять, что это вообще за инициатива, поэтому это пошло мимо. Но через два года эфир стал набирать популярность, стали появляться какие-то первые его utility, в частности, ICO, и такие вот простые контракты. И появилась идея, я тогда уже работал тесно в Райке, но у меня был некоторый капитал, и решил его инвестировать в то, чтобы поисследовать, а можно ли в 2016 году еще сделать сервис перту перзаймов. Мне казалось, это интересно, потому что у нас супер-тупер-сеть, у нас есть некоторые активы, в целом люди должны друг друга занимать или организовать какие-то пулы для займов и так далее. Я стал думать, нанял людей, стал платить им некоторые деньги на исследования, и на тот момент, в 2016 году, я понял, что сделать что-то абсолютно невозможно, потому что на тот момент был только ГЕС, и все. То есть каких-то изер-френдли приложений, кошельков и так далее, очень сложно было как-то войти в эфир вообще с фиата, то есть это был просто кошмар, потому что были какие-то обидники, которые непонятно где скамы, где нет, это потери на комиссиях вообще практически на любом шаге. Ну в итоге тоже купив на пару сотен долларов какое-то количество эфиров на тот момент, ну они были бесхозны, то есть мы поэкспериментировали, сделали какие-то прототипы, но это все было невероятно нидер-френдли, и разработки там требовалось просто еще годы и годы. А вот на тот момент, в 2016 году, уже были какие-то компании вместе с вами, которые тоже исследовали вот эту область, ну по сути родоначальники какие-то DeFi были на тот момент еще, кроме вас? Еще на тот момент это было только в теории, то есть да, конечно, мы видели там среди знакомых, но весь фокус был в основном на майнинге направлен еще тогда, то есть еще тогда на эфир майнинг было очень много любых вопросов, поэтому большинство команд были связаны именно либо с тем, чтобы сам протокол обновлять, либо с тем, чтобы майнинг-ферму делать для эфира. Поэтому в целом опять интерес упал, то есть ты трогаешь, понимаешь, что это убийца адопшена, и работы там еще очень много, и в целом интерес упал. И вернулся он только тогда, когда моя жена устроилась в компанию, которая называется «Синдикатор», они тогда организовывали ICO, и раз у меня работает там жена, я знаю как бы внутреннюю кухню, естественно, мы проинвестировали. И, естественно, это был вообще невероятный, скажем так, успех, но это временный успех, потому что я вывел ровно то, что мы вложили и перевложил в другие проекты. И ровным счетом все из этих проектов так или иначе оказались неуспешными. То есть все деньги, скажем так, исчезли. Ты на себе ощутил ICO-бум во все поля просто, мне кажется. Это был, конечно, интересный опыт. То есть это были увлекательные горки, очень большая эйфория, это конец 2017 года как раз. Именно тогда рос у меня портфель, именно тогда я решил в начале 2018, так сказать, диверифицировать его. Ну, я ничего не потерял, потому что мы вывели ровно столько, сколько вложили, но наблюдать за этой драмой было интересно. И наблюдая за этой драмой, я на тот момент уже работал в Mail.ru, я занимался проектированием AI-систем в антиспаме, в антифроде. Но уже на тот момент ко мне стали подходить обращения от проектов, мол, помоги нам с инфраструктурой, помоги нам с архитектурой, и вообще помоги нанять команду. Ну, то есть мы хотим реально создавать какие-то системы в этом. И я стал адвайзером некоторых проектов, стал им помогать на уровне консалтинга по времени или помогать хайдингам разработчиков или их ассессментам. И таким образом погрузился в эту всю индустрию. Через какое-то время это стало приносить больше денег, чем зарплата. И я ушел тогда совершенно легко, ушел из Mail.ru и стал заниматься этим на полную. То есть именно тогда я нанял первый набор своей команды, именно тогда я зарегистрировал компанию, и уже мы работали как такой консалтинг-сервис. То есть помогали с инфраструктурой, помогали с прототипированием, с выбором то, на ком блокчейне, что делать и так далее. Иногда весьма такие практические задачи решали, мол, на ком блокчейне выпустить токены для пресейла, чтобы потом там, ну, залочить в том контракте и так далее, чтобы потом рассчитаться. Вот. И уже по-настоящему я вошел в крипту, скажем так, all-in, совсем, скажем так, со своим временем. Это уже, наверное, середина 2018 года. Вот. Именно с середины 2018 года, когда был спад, когда на самом деле интерес к ICO стал угасать, и больше стали появляться различные дапы, различные элементы со смарт-контрактами, и больше стало уже альтернатив, там, MetaMask и другие, экстеншены. То есть уже начала появляться какая-то жизнь помимо ICO. Именно тогда я заинтересовался. Но на падающем тренде весьма сложно было удержаться и как-то монетизироваться. Поэтому тогда моя команда стала заниматься больше такими образовательными мероприятиями. То есть мы делали метапы, мы делали онлайн-курсы, тренинги, где рассказывали, как вообще, какие консенсы бывают, как они устроены. Иногда делали коллабы с различными проектами, такие как там Hedera, EOS, Waves, это был Beam, например, ProPrivacy и все. И это вплоть до конца 2018 года, так оно существовало. Собственно, потом получилось очень хорошо начать общаться и работать совместно с Waves. Вначале тоже как такой консультант, как консул, то есть такие моменты, связанные с консалтингом. Но через какое-то время моя команда получила подряд на создание онлайн-курса для разработчиков, мастеринг для Free. В этом онлайн-курсе на протяжении, по-моему, двух месяцев он проходил. Около двух с половиной тысяч разработчиков его начали проходить, то есть начали решать какие-то задачи и делать, собственно, дистанализованное приложение, которое называется Купонный базар. И именно в этот момент получилось уже очень тесно погрузиться всей командой в эту индустрию и уже начать создавать настоящие проекты. В частности, Nitrina один из таких проектов, который мы сделали. А расскажи, на ранних этапах, собственно, работы твоей компании, каким образом вам удалось зацепиться среди блокчейн-разработчиков? Ну вот ты говоришь, что удавалось делать даже различные образовательные курсы, в том числе с Beam. Каким образом вы выходили на эти компании? Или, может быть, они вас находили? Как удавалось делать вот такие коллабы? Ну, образовательный курс мы делали с Waves, с Beam мы делали различные, скажем так, воркшопы, мол, как все работает. Но, честно говоря, в крипте пока еще сарафанное радио очень развито. Поэтому если что-то удалось сделать в одном проекте, дальше очень легко тебя рекомендуют. Мол, нам нужно то же самое, давай попробуем сделать или поговорить. Поэтому в целом проблем вообще не возникало. Была другая проблема, что вся индустрия падала, поэтому даже если говорить про образовательные мероприятия, то интерес в целом был очень сильно подорван. То есть, наверное, все заметили в конце 2018 года полное падение интереса к индустрии, падение курсов и из-за этого какие-то проблемы. Давай перейдем к проекту Neutrino. Собственно, что он из себя сейчас представляет. Если можешь, вкратце расскажи, что это за люди, сколько их, где они находятся и что они делают. Создав онлайн-курс, мы стали глубоко погружаться в то, что можно сделать. Вообще со смарт-контрактами на Waze. В тот момент они появились, они вышли в продакшн уже, и они были достаточно богатыми. То есть, в отличие от 2018 года, конца и начала 2019, смарт-контракты там были скорее смарт-аккаунты. И весьма мало функций они могли делать. Уже полноценные, так называемые, right for dubs появились уже в 2019 году, и стало возможным создавать практически любые тюрьмы полной системы, то есть практически любое приложение. И, естественно, в тот момент очень большую популярность набирал Maker. И сама концепция того, что у нас есть один нативный токен, который на самом деле не должен являться платежным средством, а вместо него должен быть какой-то stablecoin, это показалось очень интересной концепцией, поэтому мы стали думать. И долго общались и встречались на различных конференциях с Сашей Ивановым, основателем Waze, из которой мы брейнштормили. Мол, а что можно сделать? Мы постоянно общались на эту тему, и пришла идея, что можно же сделать stablecoin, который не работает по правилам займов, а работает на основе свопов. Очень похожий проект был, но, к сожалению, закрылся, basis.io. Непосредственно в нем концепция достаточно проста. Есть выпуск stablecoin, и если он отклоняется от курса, выпускаются банды. Это такие инструменты, которые являются займами. Концепция была очень интересная, но у basis не было никакого вообще коллатерал, то есть сам stablecoin не был ничем обеспечен. Поэтому пришла идея, что если соединить две эти концепции, не использовать концепцию займов, потому что она кажется немножко неинтуитивной, на самом деле, я скажу почему, а сделать нечто, что будет работать как общий liquidity pool, то есть и работать не просто через over-culturalized, что на самом деле не является эффективным с точки зрения использования капитала, а, так сказать, с частичным резервом. То есть, ну, ровно как банки работают, у них есть частичные резервы, они могут выдавать займы. И таким образом развиваться. Поэтому пришла идея, что нужно сделать stablecoin, который также обеспечивается криптой, то есть обеспечивается waves нативным, и выпуск его — это простой своп, то есть у тебя есть на 100 долларов токенов waves, ты их отправляешь на смарт-контракт и получаешь 100 нейтрин. Нейтрин — это, собственно, долларовый нейтрин или долларовый stablecoin. Схема очень простая. Ты это делаешь, получаешь один к одному. Когда делаешь обратно, получаешь обратно ровно ту же самую сумму waves. Соответственно, нужны только оракулы, правильно? Но это на самом деле не все, потому что у нас все-таки есть ситуация, когда курс обеспечения скачет. И в отличие от DAI, здесь у нас нет механики ликвидации. У нас нет CDP, который бы ликвидировался, если у тебя вдруг ниже collateral, или когда у тебя обеспечения уже недостаточно. Здесь этой механики нет, но зато можно подсмотреть, как это было сделано у basis.io. Можно выпускать так называемые base токены, которые на самом деле являются токенами для рекапитализации этого резерва. И сами по себе эти токены уже спекулятивны, то есть у них курс может скакать как угодно, но когда на контракте появляется профицит, то есть когда обеспечение опять подрастает, можно поставить на ликвидацию вот эти вот base токены. Либо один к одному, либо там по любому курсу, который тебе интересен. Соответственно, возникает интересная ситуация. У тебя есть плавающее обеспечение, у тебя есть токен, который позволяет рекапитализировать. И когда все разворачивается, у тебя те, кто делает рекапитализацию, могут зарабатывать какие-то проценты. Все, система из трех таких вот компонентов. Ага, давай теперь по очереди разберемся. Я, если честно, пока, наверное, не до конца понимаю, поэтому предлагаю разложить это по полочкам. Все-таки, мне кажется, здесь вот ключевой момент, на котором можно остановиться более детально. Давай разберем на примере. Возьмем условные 100 долларов, которые мы завели в Stablecoin, и что будет с этими 100 долларами происходить после того, как у нас курс либо падает, либо повышается. Смотри, рассмотрим ситуацию, когда курс падает. У нас 100 долларов на контракте в токенах Waves, в нативных токенах платформы. И 100 долларов у нас supply, то есть 100 нейтрин у нас в supply. Это вот такая ситуация равновесия. Допустим, на 10% упала стоимость Waves рыночная. Соответственно, у нас уже есть проблема. У нас, так сказать, дефицит покрытия. Дефицит покрытия вот этих вот выпущенных Stablecoin. Именно в этот момент смарт-контракт позволяет занять недостающие Waves у трейдеров. Но займ этот оформляется через так называемые Base-токены. То есть контракт выпускает токены, которые потом этим же контрактом могут быть обратно обменены на Stablecoin, когда ситуация изменится. Именно это позволяет накопить дополнительные Waves на контракте. Какое необходимое условие нужно для трейдеров, чтобы эта система срослась? То есть они же, получается, должны выступать определенными гарантами того, что они некоторую ликвидность предоставят для того, чтобы эта система вообще в принципе работала? Эти Base-токены продаются. То есть Waves на контракт попадают, они покрывают все эти дефициты бюджета, дефициты покрытия. А Base-токены выходят вот этим вот трейдерам. Эти трейдеры дальше делают следующее. Они могут, в принципе, просто торговать и спекулировать на открытом рынке этими токенами, а могут поставить их в очередь на ликвидацию по цене один к одному. То есть один Base-токен, один нейтрено. Соответственно, покупают они дешевле. То есть покупают они его там за 50 центов или меньше в перерасчете. Поэтому они выставляют уже на другом ордербуке ровно ту ставку, которая им интересна. Либо один доллар, либо там полтора и так далее, и так далее. Соответственно, они делают ставку на так называемый Baking Ratio. То есть Baking Ratio означает, сколько у тебя резервов, чтобы обеспечить тебе, собственно, выпущенный supply. И если он один, то у нас как бы ситуация один к одному. У нас равновесие. Если он меньше единицы, то у нас есть дефицит. Если он выше, то у нас есть профицитная ситуация. То есть у нас есть переизбыток или over collateralization. Вот. Поэтому трейдеры, они делают, словно говоря, ставки на то, какой будет BR в обозримом будущем. Там очень много различных стратегий. То есть ты можешь выбирать точно скопулятивные стратегии, но тогда долго будешь ждать. Нужно, чтобы очень большие были движения, чтобы для тебя дошла очередь, и ты окупился. Но так или иначе, эта тема была очень популярна, когда были совсем скачки. Сейчас, когда все упало, контракт находится некоторое время в дефиците. Но постепенно-постепенно дефицит закрывается, и бейстокены опять начинают привлекать народ. И опять капитал начинает расти из-за них. Вот. Поэтому такой вот момент. Когда же collateral вырастает, то есть когда обеспечение вырастает, то у нас работает второй ордербук, в котором мы начинаем просто из этих излишков закрывать вот эти вот обязательства, которые появились. Вот. Собственно, бейстокен в данном случае ликвидируется обратно на стейблкоин. И опять ситуация приходит к равновесию. Вот такая вот механика. Сильно отличающаяся от DAI. Во-первых, потому что в DAI нет вообще понятия общего ликвидити пула. То есть у них весь эфир, это много-много маленьких кусочков CDP. Поэтому, когда было резкое падение, например, на нейтрин, это не сказалось вообще никак. То есть просто образовался дефицит, и он тут же вернулся. Ну, то есть упало, поднялось, и никто ничего не заметил. А вот у DAI были проблемы с тем, чтобы вовремя ликвидировать. А CDP, соответственно, был 4 миллиона, как бы просто, ну, не обеспеченного, скажем так, рифцита. И механически они не могли его никак обеспечить, кроме как, собственно, прийти к механике, на самом деле, которая была, которую мы сделали с бейстокенами. То есть сделать рекапитализацию через их дополнительный выпуск. То есть получается, если я правильно тебя понял, что, ну, если так очень грубо, то вы перекладываете всю эту ситуацию с коллитеризацией, с CDP в случае MakerDAO на трейдеров, которые в данном случае выступают как раз как вот эти гаранты ликвидности и поставщики, собственно говоря, либо оверклитеризации, либо там наоборот компенсации в случае, когда у нас курс растет. Да, и тут еще один момент. На самом деле, для безопасности системы это даже не обязано работать всегда. То есть это как, ну, опциональный элемент, который помогает системе дальше расти еще быстрее, потому что вейсы таким образом накапливаются на контракте. Вот, но также дефицит размывается за счет того, что просто появляется новый саплай. Условно говоря, если у тебя дефицит, там, 50%, да, то есть сильно упала цена, у тебя недостаточно для обеспечения, и приходит тот же самый стейк, то есть приходит ровно та же сумма на контракт обеспечения, у тебя дефицит размывается и становится 25%, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть чем больше у тебя лочится, условно говоря, на контракте нативного токена Waves, тем менее страшны тебе на самом деле вот эти вот проблемы с недообеспеченностью, потому что в данном случае риск дефолта, он есть, действительно, то есть когда у тебя недообеспечение, есть риск дефолта всегда, но этот риск дефолта, он на самом деле является настолько опасным явлением вообще в целом, в том числе и для нативного токена, что агентам, которые участвуют, особенно те, кто крупные стейкеры, невыгодно так себя вести, да, то есть ты таким образом просто рубишь сук, на котором сидишь, и у тебя как бы все разваливается, поэтому в данном случае здесь некоторый такой, некоторый баланс, есть возможность для рекапитализации, она очень круто работает, когда отклонения небольшие, то есть это вот как раз, когда рынок такой сильно волатильный, но постоянно возвращается, когда у тебя есть какая-то очень долгая просадка, то здесь, конечно же, все сидят и терпят, скажем так, что же произойдет, потому что, ну, невыгодно ничего делать в такой ситуации, кроме как ждать, смотреть и так далее, но курс не меняется нисколько, просто потому, что любые арбитражные возможности тут же пресекаются, и пол ликвидности сейчас около там 10 миллионов вейвс, реализация всего не 3, но сейчас 15 миллионов. Подожди, а вот здесь я, наверное, не понял, а каким образом пресекаются арбитражные возможности, объясни. Смотри, арбитражная возможность, это если ты хочешь на бирже, допустим, задампить нейтрино, то есть ты хочешь его слить полностью. Когда ты начинаешь его полностью сливать, то маркетмейкеры могут просто вывести вейс с контракта и скупить его и вернуть его назад. То же самое наоборот. Если ты начинаешь активно скупать все нейтрино, маркетмейкеры просто берут и делают обратно, они печатают достаточно большое количество нейтрино и выкидывают на рынок, тем самым его как бы опуская. В чем их интерес в этой ситуации? Интерес арбитражника всегда в том, чтобы заработать на разнице курса. Нет, с арбитражником понятно, я скорее с маркетмейкеров, которые пытаются восстановить баланс. Тут скорее такой момент, что маркетмейкеры зарабатывают вообще на активности любой, покупки, продажи и так далее. И в любом случае есть спред. То есть в любом случае арбитражные возможности есть, просто они весьма небольшие. И да, конечно, зарабатывают все, кто вот эти колебания успевает угадывать. Однако микроколебания с нейтрино невозможны. Почему? Потому что хоть и есть возможность такого инстант свопа, нейтрино и там практически нет спреда. В протоколе заложен механизм, который предотвращает эти HFT арбитражи за счет того, что они просто сдвинуты по времени. То есть в данном случае, когда ты попытаешься обменять обратно нейтрино на вейтс по курсу один к одному, то это будет просто сформированная заявка, но эта заявка реализуется через там, не знаю, 1400 блоков. По курсу, который будет через 1400 блоков. То есть это ровно будет ровно та же сумма, та же капитализация, которую ты получишь, но ты не сможешь на ней спекульнуть, потому что ты не знаешь, сколько ты получишь в итоге вейтс. Здесь скорее сама архитектура получается создана так, что HFT в принципе невозможна по сути. Но с другой стороны, если честно, в криптовалюте, если мы не говорим про именно централизованные биржи, про HFT, в общем-то, речь это нигде не идет. Ну то есть на дапах там и эфире делать что-то типа HFT, это же вообще нереальная задача. Flash loans и вот эти вот все схемы с маржинацией. Да, ты имеешь в виду, что у тебя здесь получается нельзя сделать это в один контракт. Но с одной стороны, да, с другой стороны, на мой взгляд, то, что в общем-то предлагает как раз те компании, которые занимались разбором Flash loan, я уже там не вспомню сейчас подробностях, мы вот писали выпуск, я здесь могу слушателей адресовать к выпуску, где мы подробно собственно говорили про Flash loan и с чем были связаны эти атаки, что рекомендации к разработчикам подобных протоколов как раз были очень схожими к тому, что ты говоришь, то есть следить за курсом не в единицу времени, а скорее там, ну каким-то образом пытаться откладывать те или иные ситуации с курсами и делать это все более стабильным, чтобы как раз вот этой вот возможности игры на колебаниях не было. Да, это забавно, я так скажу. Слушай, скажи, а вот мне здесь, наверное, сложно сходу уловить все тонкости, которые могут быть связаны здесь с таким способом, обеспечения стабильности курса. Может быть, ты расскажешь, в какой момент наступает неустойчивость, то есть в каких масштабах и при каких параметрах эта система работает, а когда мы все-таки, в какой момент мы все-таки движемся к дефолту, ведь наверняка вы исследовали такие ситуации, когда что-то может вас поломать, вот есть ли у тебя понимание, что же может вас поломать? Конечно, ну самая такая больная, скажем так, точка, болевая, это ораклы, вот, и непосредственно работа с биржами, агрегация цен оттуда и так далее, это на самом деле самая тяжелая вещь, потому что в целом, обладая каким-то большим капиталом, ими уже можно манипулировать, то есть с этими фидами, даже на суперлипинных биржах, там, Binance или Hobby, уже в целом можно создавать какие-то, ну, картины, которые тебе интересны, да, мы здесь защищаемся, опять же, за счет этого вот календарного, скажем так, спреда, то есть, когда мы по факту блокируем вывод, а уже расчет идет через какое-то время, то есть это позволяет на каких-то резких колебаниях, которые происходят в интервале внутри дня, защищаться, но еще один момент, это, ну, естественно, ситуация близкая к дефолтной, это когда практически весь supply идет на контракт и пытается выводиться, и здесь момент такой, что ну, на текущий момент я не помню дефицит, по-моему, 25-26% дефицита, но так или иначе дефолтная ситуация, это когда 75%, больше 75% всего supply пойдет на вывод, но тут вопрос в том, что, во-первых, это все не находится в руках одной персоны, это там весьма такое скошенное распределение, но так или иначе это множество агентов, и мотивация так делать, она на самом деле противоречивая, потому что здесь ты начнешь не успевать, ты будешь выводить вейсы, но вейсы будут падать из-за самого этого факта, и в итоге как бы ситуация становится такой самоуничтожающей, не только стейблкоин, но еще и токен, который в коллатРал, то есть они на самом деле очень связаны, если говорить про там DAI и эфир, то процент залоченных эфиров, он не такой большой, если говорить про вейсы и метрина, то это уже 15% от всего supply, который за стейком, то есть это на самом деле огромный пул, и он весь находится в ноде, и здесь уже, я бы сказал, такие инфраструктурные должны быть какие-то страшные изменения, чтобы произошел дефолт, то есть здесь скорее момент такой, что не выгодно абсолютно никому в этой системе, в этой системе приводить дефолт, только если какой-нибудь там Уоррен Баффетт, которому не жалко 10 миллионов, потому что всегда же можно сеть откатить, если происходит не жалко 10 миллионов или 15-20, чтобы вот так это все провернуть, ну собственно очень похожая ситуация с мейкером, там тоже большая сумма, там 30 миллионов, чтобы, по крайней мере, была такая ситуация, чтобы говермент атаку совершить, вот здесь примерно такая же история, то есть очень большой должен быть капитал, чтобы систему сломать, сделать ее очень неустойчивой. Ну здесь уже возникает вопрос о смысленности просто такого действия, ну да, ты имея такой капитал, ты можешь это сломать, но зачем, то есть ты с этого ничего же не получаешь взамен? Да, тут такой вопрос, что экономически это нецелесообразно. Конечно же, различные атаки возможны, то есть когда мы запускали, мы сделали еще в сентябре прошлого года специально баг-баунти программу, то есть привлекали множество разработчиков, чтобы они искали дыры в контракте, в итоге в контракте дыры не нашли, спасибо райду, но зато нашли логику в непосредственной работе оракулов, то есть с оракулами такая всегда история, что ты всегда можешь узнать, какой будет датафит вот совсем скоро, и на это можно спекулировать, ты можешь делать так называемую лаки-трейдинг-атаку. Она опять же решается тем, что ты просто разграничиваешь по времени реквест на своп и непосредственно сам своп, это все решается. Мне во всем этом немножечко не нравится, единственный момент, что за счет всех вот этих таймлоков мы немножечко все-таки ограничиваем честных людей в функциональности связанные с тем, что можно с этим сделать. Ну тут вопрос, наверное, ограниченный в том, что нельзя быстро вывести вейс, да ты это имеешь в виду? Ну что нельзя быстро вывести вейс, что любой трейдинг у тебя, то с чего мы начали, что у нас невозможно HFT, но даже в приближении в каком-то, то есть мы по сути такой относительно быстрый трейдинг у нас здесь получается невозможен, а это все получается ограничивает инвесторов и трейдеров вообще функциональности, которые они могут в связи с этим делать с помощью такого протокола. Один из таких основных вейли пропозицион на самом деле это не то, чтобы трейдеры там часто свопали туда-сюда, да, а на самом деле немного в другом. Когда мы говорим про то, что вейсы лежат на контракте, на самом деле не просто лежат, они идут в майнинг ноду, и там работает list proof of stake, в котором нода на самом деле зарабатывает и майнит блоки, и в каждом блоке получает новое количество вейс, 6 вейсов за каждый блок. Таким образом, этот капитал, он работает. этот капитал идет обратно стейкерам нейтрина, то есть есть специальное понятие стейкать стейблкоин, и выплачивается им как бы за то, что они его стейкают. То есть они его лодчат на контракте на другом, и через какое-то время им выплачиваются скажем так проценты. Сейчас примерно 8-10% годовых, но очень сильно скачет в зависимости от собственно обеспечения, от размера дефицита и так далее. Получается, что основной оффер-то на самом деле это такое, чтобы ты сформировал портфель так, чтобы у тебя были там волатильные активы, часть активов, которые не волатильны, но с какой-то доходностью, и просто между ними балансировал, то есть что бы ты ни делал там много свопов туда и сюда. И для пользователей на самом деле вот этот оффер с стейкингом он вполне себе работает, в конечный момент. То есть есть та сторона спекулятивная, связанная с бейс-токенами, там вообще очень интересные истории, и можно загуглить, посмотреть там, что было, основной оффер и вейлип пропозишн это по большей части именно хранить капитал, приумножать его, накапливать, то есть по факту использовать стейкинг нейтрино. И да, опять же еще одно различие, когда ты это делаешь, ты свои вейс отдаешь на контракт, ты получаешь стейкинг-реворды в стейблкоине, и в отличие от, допустим, DAI, ты не занимаешь, то есть ты не должен платить интерестрейт или еще что-то, чтобы потом это все как бы развернуть, поэтому соплей и обеспечение растет достаточно быстро. То есть, если мы посмотрим, этот оффер понятен людям, даже тем, кто не из крипты, по большей части, то есть если у тебя есть стейблкоины, то часть портфеля ты можешь обеспечить в нейтрино, и таким образом у тебя будет сбалансированный портфель. У тебя есть стейблкоины, которые просто хранят капитал, тебе не нужно его в кэш выводить. Есть у тебя какие-то волатильные активы, которые могут вырасти, и ты таким образом можешь из одного в другое перекачивать. Словно говоря, в нейтрино между вейс и нейтрино ты можешь и в каких-то ситуациях, когда тебе кажется, что все будет плохо, ты как бы не теряешь. Когда все растет, ты наоборот можешь на этом заработать. Поэтому скорее такая механика. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, у меня все равно, тогда я сейчас, может быть, немножко повторюсь, сразу прошу слушателей меня за это простить, но если мы говорим про нейтрино как про протокол, который позволяет выйти в стейблы в случае, когда есть какие-то риски относительно цены вейс, с одной стороны, да. С другой стороны, ты уже сам упоминал, что риск дефолта все-таки достаточно велик в случае резких падений курса, и поэтому ситуация, когда мы выходим в стейблкоины, вот в ситуации, когда мы ожидаем падения, он, ну вот, мне бы было бы достаточно стрёмно, скажем так, делать такой выход, потому что я бы опасался очень сильно вообще за стабильность системы на падении курса, когда я предвосхищаю вообще такую ситуацию. Хорошее замечание, очень сложно на него ответить, ну, в том плане, что есть некоторые президенты, которые показывают, что людям на самом деле иногда всё равно, обеспечено чем-то или нет. Если маркетинг работает, и в целом токен ликвидный, и, ну, он растёт, набирает популярность, там больше бирж его поддерживают, или больше приложений его понимают как платёжный, то в целом это перестаёт быть таким важным фактором. Можно посмотреть на тезов, и вспомнить, что когда-то они говорили, что у них там 2 миллиарда, сейчас их 8, а то, что у них 8 миллиардов кэша, никто уже не говорит. И в целом как-то люди им пользуются, продолжают, наверное, потому что, наверное, потому что работает и уже такой системный элемент. В их случае, я думаю, что больше уже говорит репутация, типа того, что если это то, что проработало 2 года, ну, наверное, там, типа, несколько дней, пока мне нужно отсидеться в стейблах, наверное, оно проживёт. Вряд ли там с этим что-то случится. Я думаю, что здесь вопрос, конечно, стратегии. Естественно, все люди выбирают стейблкоины, ну, по различным причинам, очевидно. Это первый момент. Второй момент, что я думаю, что многие люди просто даже глубоко не копают и не сильно понимают, что и почему может произойти с конкретно данным стейблкоином, в каких случаях. Они просто знают, что да, это работает долгое время и ничего критичного не случилось. Ну, окей, поменяю. Наверное, всё будет нормально там, если мне это нужно на какое-то время, пока я что-то не уверен, как там скачет курс крипты, наверное, прокатит. Ну, и вряд ли кто-то там сильно переживает. Естественно, что здесь я только могу предупредить, наверное, всех слушателей, что все, наверное, стейблкоины, про которые мы сейчас знаем, естественно, это всё относительно рисковые ситуации, которые являются, естественно, экспериментами. Я думаю, что здесь ты, Алексей, тоже не откажешься от этих слов, что это всё скорее попытки сделать какие-то стабильные системы. Конечно, никто не гарантирует, что они будут работать. То есть, те ошибки, которые там собирают, скажем, да, ну, как наиболее известный проект и, в общем-то, являются показателями того, что люди просто, ну, они предложили какой-то концепт и смотрят, что с этим концептом в разных ситуациях будет происходить. И в целом, мне кажется, что ситуация, вот, коронакризиса, с которой мы столкнулись, она показала, что в целом крипта её пережила достаточно хорошо. И все какие-то шальные скачки курсов, но которые в целом были достаточно сильными. То есть, там, биток провалился на 30% примерно, у мейкера там случился коллапс с тем, что действительно, там, несколько миллионов долларов у них за ноль скупили, по сути, за счет того, что у них сеть встала. Да, какие-то проблемы были, безусловно, но в целом эту ситуацию не убило. То есть, инвесторы и какие-то пользователи таких протоколов, они из этого, в общем-то, не вышли. Они сказали, да, окей, мы понимаем, что там какие-то риски возможны, но мы наоборот, вот на эти грабли наступаем, мы видим, с какими проблемами сталкиваемся, мы их там фиксим постепенно и делаем ситуацию все более стабильной. То есть, в целом, жизнеспособность пока вроде как не то, что подтверждена, она пока подтверждается, вот, и поэтому, наверное, здесь, ну, лично я испытываю такой сдержанный оптимизм, что в целом это работает. Понятно, что где-то что-то, скорее всего, еще будет происходить, но в том или ином виде этим пользоваться можно, безусловно, с огромными рисками. Да, давай как-то примерно я картинку себе составил, надеюсь, что там слушатели тоже примерно поняли, как это все работает. Давай перейдем теперь к другим вещам. Почему вы выбрали Waves? Наверное, здесь вопрос глупый. Я так понял, что это просто исторически сложилось из того, что вы работали вместе с командой Waves и поэтому вместе с ними и решили разрабатывать этот протокол именно на Waves. Но, может быть, если ты здесь можешь рассказать какие-то детали, которые связаны именно с языком write и почему вы в конечном итоге не выбрали, ну, очевидно, Ethereum, как самую известную сеть и не попробовали сделать такой же проект в этой сети, почему вы решили все-таки остаться на Waves? Ну, и может быть, какая-то специфика, какие-то там тонкости, о которых ты можешь рассказать, я думаю, что будет интересно. Да, хорошо, как раз здесь есть несколько пунктов, которые было бы интересно рассмотреть. Во-первых, по поводу команд. Венчери, это там 5 человек, мы занимаемся различными проектами, в том числе, Nitrina, но над Nitrina протоколом работают уже несколько команд, в частности, Waves Exchange, Core команда Waves, и все так или иначе контрибьютят, и по факту это такой экосистемный проект, то есть он не приносит, скажем так, прибыли создателям под него, ну, то есть в отличие от мейкера, это не какой-то там бизнес-проект, да, где можно там войти, инвестировать, не было никакого ICO, и в целом это экосистемный проект, он как был грантом поддержан, и так он развивается, экосистемный. И на самом деле многие крупные ноды его поддерживают и так далее, то есть поддерживают в плане там тибюшена или в плане того, чтобы его промоутить. Такой момент. Следующий, это то, что на эфире пока вообще одна из основных фишек нейтрино тоже не реализуется, это в частности стейкинг, то есть в эфире пока нет такой возможности отправлять эфиры в стейкинг, чтобы они начинали работать и, условно говоря, приносить какие-то годовые реворды, да. В эфире 2.0 это возможно будет реализовано в каком-то виде, но сейчас это невозможно. И другой момент. Почему на рейде это вообще возможно? Тут, наверное, не вопрос в том, почему выбран рейд. Тут как бы логично, что на Вейсе мы начали это делать, поэтому рейд был заиспользован. За это время мы познакомились, а сейчас мы делаем еще один проект, например, расскажу поподробнее, познакомились с философией неполноты по тюрингу. На самом деле, это очень интересная философия. Она заключается в том, что на самом деле тебе и не нужны никакие рекурсии и циклы или вызов по цепочке, там, контракты с контрактом. Это всегда очень сильно усложняет вообще модель концептуальную. У тебя система становится весьма сложной даже для того, чтобы в голове ее анализировать. Не говоря уже про возможности формальной верификации или покрытия тестами, да, и возможных атак существует огромное количество. Тюринг не полнота, она здесь достаточно интересна. Во-первых, потому что в принципе, любую операцию можно представить, как стоит машина. То есть, когда у тебя из одного стейта система переходит в другой. Новая версия райда позволяет одновременно со сменой стейта производить трансферы различных ассетов в разные стороны по многим адресам и изменения в дата сторидже контракта. Вот. И таким образом у тебя по факту любая система это стоит машина. Вопрос теперь в другом. А кто будет триггерить извне вот этот вот переход из состояния в состояние? И здесь очень легко. Во-первых, это сами юзеры. Если ты хочешь делать своп, ты как бы создаешь эту операцию и по факту работаешь как с рестапи. Ты даешь request, тебе есть ответ. Если у тебя валиден как бы валиден ответ, то он у тебя произойдет. Если нет, у тебя транзакция не произойдет. И если тебе необходимы просто какие-то юзер-френдли истории, то есть, когда ты поставил запрос и через какое-то время нужно пользователя выплатить, то есть понятие пейсмейкеров. То есть, это оракулы, которые могут просто менять состояние из одного в другое, и готовы за это платить комиссию. Это позволяет достигать тюринг-полноты. То есть, даже перебор списка или там ордер-бук ты можешь реализовать через вот такую вот последовательность итераций. И это, на самом деле, с одной стороны, очень сильно упрощает архитектуру, потому что ты всегда знаешь, что любой твой код это какая-то функция смены состояния. И все, у тебя есть дата-стораж, дата-стораж. И это очень сильно помогает в том, чтобы писать тесты. твой тест по факту это состояние и экспекты состояния. И все. И на самом деле, в этом плане получается достаточно быстро. И никаких неоднозначностей не возникает. Это раз. Во-вторых, у тебя нету проблемы комиссии вообще. То есть, у тебя всегда нафиксировано. У тебя есть некоторая проблема комплексти, ты не можешь все засунуть в один контракт, но комиссия у тебя всегда одинаковая. Поэтому каких-то, знаешь, ситуаций, когда у тебя недостаточно газа, и у тебя повисла транзакция, и ты можешь что-то сделать, оно, в принципе, не возникает. Сейчас мы работаем с другим проектом, который называется Gravity. Я попозже расскажу. Мы стали много работать с Solidity, мы очень много сталкиваемся с этими проблемами. И даже сейчас мы пытаемся работать поменьше с Solidity, побольше с обходами и с таким, собственно говоря, не-теоргенполным подходом к разработке на эфире. Мы попробуем это все прокачать в ближайшее время и как-то уже теоретизировать как подход к разработке. Не привязано к какому-то блокчейну, а просто к тому, что есть тюрингполные архитектуры, есть тюрингполные и по факту они достаточно мощные сами по себе. И я пока не понимаю, почему это не так популярно. Это примерно такие же эмоции, когда ты переходишь с OOP на функциональное продвижение и недоумеваешь. Почему же в крупных компаниях все пишут на Java? То есть просто очень такой, очень странный эффект. Слушай, ну это с одной стороны сетевой эффект просто, ну то есть что-то становится популярным и простым относительно и после этого получает широкое распространение. С другой стороны все-таки, ну такой вопрос, конечно, философский, но я бы поспорил насчет популярности и непопулярности. Многие компании как раз считают, что Bitcoin Script это совершенно прекрасная вещь, не надо вообще лезть ни в какой эфириум, потому что там вы просто соберете вообще все грабли, которые только можно собрать на тюринг-полноте и невозможности вообще хоть как-то формально верифицировать проекты. А Bitcoin в целом хватает для большинства функциональностей, которая реально нужна на практике основной. Понятно, что не все, но многое сделать можно так или иначе, а не тюринг-полнота как раз позволяет делать это все гораздо более безопасным, что мы в общем-то и видим, что Bitcoin безусловно показал то, что он гораздо более стабильный, чем эфириум. Да, ну с одной стороны ты прав, с другой все равно есть один момент связанный с тем, что на Bitcoin скриппинге, ровно как и на старой версии райда, все-таки создавать дестализованную систему невозможно. Да, это правда. То есть разные какие-то вычисления, поэтому здесь скорее нужен какой-то баланс. И вот эта новая версия райда, которая называется Ride for Dubs, она в данном случае прям идеальна. То есть там есть различные примитивы, различные типы транзакций, различные типы аутпутов, импутов, с которыми у тебя происходит работа со сторожем. И это как из лего ты собираешь потом приложение, которое на самом деле тюрьме полное. То есть она по факту может делать что угодно. Она может работать как сервер для чего угодно. Видишь, получается, что, в общем-то, ты сам говоришь, что здесь мы обнаруживаем интересную парадигму такую, которая в каком-то смысле может быть, ну хотя не знаю, может быть она и была раньше, что нам сначала нужно понять, а что мы хотим вообще реализовать и какой язык нам нужен максимально простой, но с достаточным функционалом, чтобы то, что мы хотели реализовать, было все-таки возможно на нем выполнить. И если в обычных там веб-системах или каких-то там каком-то там проприторном софте либо там еще чем-либо угодно, в общем-то, не важно чем, у нас просто порог безопасности был существенно не такой, как в блокчейне, просто потому, что в блокчейне мы говорим про деньги и децентрализованность, где каждый может повлиять на эту систему, а в там веб-системах, ну мы можем банально контур просто ограничить максимально, вообще точку входа просто зарезать, вообще все какие можно. И поэтому, что у нас там под капотом происходит, в общем-то, уже никого не волнует. Насколько там это безопасно, сколько это уязвимо. Вот я, собственно, занимаюсь безопасностью IT-проектов в целом достаточно долгое время, заметил, что почему безопасники не любят вообще аналитиков в области информационной безопасности, потому что аналитики находят им кучу дыр, которые на практике неэксплуатируемы. Они говорят, что безопасникам приходит отчет, в котором написано, ребят, вот это уязвимо, вот это тоже уязвимо, это тоже уязвимо, это все надо бы закрыть. И у тебя там 20 страниц отчета, ну хорошо, если 20, может быть 100 там и больше. Но они говорят, слушайте, ну это же полная фигня, ну мы просто фаерволами это все окружим со всех сторон, и никто ничего не сделает, да, там, типа, если админ какой-нибудь украдет пароль, зайдет к нам в серверную, да, он что-нибудь сделает, на практике это нереально. Здесь же мы работаем с совершенно другой ситуацией. Серверная по факту у каждого человека, кто себе полную ноду поставил. Вот, и поэтому, конечно, у нас гарантии безопасности, они совершенно другие, и подходы совершенно другие. И это интересно, что здесь действительно необходимо создавать вот этот вот порог, после которого нам не нужно слишком много функциональности в языке, мы как раз ее должны обрубать вот ровно на том моменте, когда нам ее достаточно, чтобы не уйти в какие-то неанализируемые дебри, которые мы сами не сможем вообще проверить на то, насколько они безопасны. Да, в этом плане действительно смотреть за тем, как некоторые проекты делаются на солидике иногда очень тяжело. Большинство атак, которые мы изучали, связанные с DeFi, они были связаны в основном из солидити или из возможностей в рамках одного вызова, ну, флешлоун атаки, делать кучу разных вещей. Просто потому, что это позволяет делать рутальная машина. И как бы стоит машина, здесь она на самом деле защищает от этого. Потому что у тебя нету понятия как бы такого, условно говоря, множественных учреждений одновременно, у тебя есть из одного стоит в другой. У тебя как бы ни однозначности не возникает. Из-за этого вообще флешлоун атаки в системах, которые на ради будут написаны или пишутся сейчас, они в целом невозможны. Ну, по определению. Просто потому, что как бы артифектурно это не так работает. Вот. На самом деле, так же можно сделать и в эфире. Мы сейчас исследуем такие возможности, как либо на солидике писать в таком нитюринг-полном стиле, либо как уже писать прямо на обходах или на других диалектов. Вот. Пока есть какие-то там наработки, но в целом гораздо сложнее. В частности, из-за виртуальной машины. В общем-то, даже Мейкер, они же тоже очень хитро писали контракты. Вот мы про это уже как-то говорили на подкасте, что они тоже старались писать, ну, у них была немножко другая задача, они пытались написать контракт так, чтобы он был формально верифицируем. И поэтому там стиль написания контракта был такой, чтобы потом та компания, которая, собственно, занималась этим анализом, она могла уже формальную верификацию навертеть на их протоколы. Но это только усложняло ситуацию, потому что в результате код стал настолько нечитаемый, что, по-моему, сейчас даже специалисты, которые работают над Мейкердау, в частности, наши партнеры Zerion, с которыми мы обсуждали проблемы Мейкера, они говорят, что там код написан так, что в нем вообще никто не может ничего понять. То есть это уже получается обратная ситуация, с другой стороны, здесь может быть такая безопасность за счет усложнения, что просто никто разобраться не может, поэтому и взломать тяжело. Но так себе, конечно, с точки зрения масштабированности разработки. Переходя, наверное, к завершению с проектом Нейтрино, расскажи про то, почему пользователям интересно с финансовой точки зрения участвовать в этом проекте. Я сейчас именю ввиду не каких-то людей, которые захотели выйти в стейблкоины, здесь все понятно, то есть у меня были вейвсы, я думаю, что-то нет, что-то я сейчас тейбл хочу, не нужны мне пока вейвсы. Здесь все ясно. Я имею ввиду про вот скорее трейдеров, которые выступают в качестве обеспеченцев ликвидити, какой их финансовый интерес, это раз, два, вообще всей системе какой тоже финансовый интерес, то есть какая вообще финансовая цель этого проекта, почему он для кого-то выгоден и важен? Ну, такой хитрый вопрос, то есть сам по себе проект на самом деле очень важен для экосистемы, потому что в данном случае повысится, повышается уже, скажем так, процент вейвс, которые не находятся на рынке, находятся в застейканном виде, да, то есть это как бы повышает некоторый потенциал для рост капитализации очевидным, и на этом как бы на этом можно не то чтобы спекулировать, но если в это все верит какая-то группа людей, то на этом все совокупно они могут заработать капитал, по крайней мере они могут его приумножить, вот, я не говорю про цены, я не говорю про спекуляции, я говорю про то, что вот именно в стейкинговых системах называется капиталом, да, потому что в любой стейкинговой системе, если все начнут там лить, условно говоря, токен-стакан, то он как бы обнуляется, поэтому здесь скорее мотивация у всех участников такого долгосрочного роста, уже говоря про то, что конкретно холдить или что конкретно стейкать, бейс, токен, нейтрино или вейпс, это уже на самом деле некоторая альтернатива того, как играть с вот этим профилем, профит доходности, да, если интересно иксы, то, ну, бейс токены, они дают иксы, то есть, по крайней мере, это было на истории, это рискованная история, можно ждать там несколько месяцев до тех пор, пока до тебя дойдет очередь на ликвидацию, но на текущий момент по статистике с момента запуска 80% всех выпущенных бейс токенов так или иначе ликвидировалось. Сколько на этом заработали пользователи, сказать сложно, потому что они все покупали при разных условиях, но так или иначе все они в профите, то есть, все ликвидированные бейс токены, они дали какой-то профит в сравнении с тем, ну, при какой цене там люди заходили, при какой вышли. Ну, слушай, здесь, да, понятно, что такой механизм, да, ну, на текущем, наверное, развитии этапа проекта, это больше как раз на историю с ICO похоже, то есть, ясно, что когда система раскручивается, понятно, что мы будем получать профит для всей системы целиком, тут, ну, я понимаю, что не ответишь на этот вопрос, а что будет там, когда эта система устаканится, но тем не менее, сейчас было бы странно, если бы это было не так, я бы вот так сказал. Так оно сработало, так оно будет продолжать работать, потому что сейчас, на самом деле, есть много планов и много ресерчей вокруг того, как этот протокол развивать, он, на самом деле, не в финальном виде находится, потому что есть много вопросов к utility вот этого бейс токена, и сейчас его, можно сказать честно, недостаточно, для того, чтобы он был там достаточно привлекательным. Концепция немножко, ну, распространение промоушена немножко другая, она больше фокусируется на самом стейблкоине, потому что, ну, чем он более ликвиден, тем более ценен, но сам по себе base token, по нему мы выпустили несколько таких вот статей, обзоров и даже, скажем так, пропозлов, как они могут использоваться, вот, есть множество, множество utility функций, которые будут так или иначе реализовываться. В частности, это governance функции, ну, здесь все понятно, это так же, как у mkr токена, да, когда у тебя система обновляется за счет того, что стейкер, вот, с тобой base token принимает какие-то решения. Это governance функции. Дальше, это непосредственно utility функции. нейтринопротокол сейчас он не финальный, сейчас планируются различные, различные компоненты, которые добавят больше сложности и больше, соответственно, механики в проект. Это так называемый коллайтеров, то есть возможность непосредственно закладывать в x и получать нейтринопротокол, но уже механика похожая на то, что в DAI, за исключением того, что ты не плачешь процент, ты платишь, ну, tax, то есть, когда ты его закрываешь и контракт обнаруживает, что ты закрываешь с прибылью, то ты как бы облагаешься налогом, то есть ты не плачешь интерес, ты при закрытии облагаешься налогом. Похожие механики связаны с так называемым коллайдер, то есть мы написали такую большую статью, в которой анонсировали, что на самом деле, помимо непосредственно выпуска долларового нейтрина, этот протокол кастомизируется под выпуск, на самом деле, огромного количества ассетов, у которых можно из внешнего мира кидать референс по ценам, то есть какая цена на текущий момент. Но ораклы при этом нужны, опять же, получается, то есть здесь мы упираемся в... Закончить, да, вот с как раз-таки той темой, которая ораклы. Соответственно, да, выпускать не только долларовое нейтрин, но и золотое, там, евровое, китайское, самый китайский юань, и на это все есть большой спрос, везде здесь будет фигурировать и base token, и механика будет гораздо сложнее, то есть это как протокол, включающий в себя множество таких протоколов внутри себя. Так оно вот сейчас развивается, позиционируется, и мы открыты для того, чтобы команда приходила, преподносили свои пропозалы и на самом деле получить грант под то, чтобы заняться разработкой, вообще несложно. То есть любые здравые идеи, любые замечания или MVP, они достаточно welcome внутри комьюнити и поддерживаются. Такой момент. Следующий момент это оракулы. Безусловно, здесь у нас, так же как и у мейкера, возникает проблема, да, что все хорошо, DeFi там, но есть там несколько машин, на которые непосредственно эти цены пишут. И да, у нас также, скажем так, анонимные оракулы, они общаются пер-то-пер друг с другом и собирают подписи друг от друга и потом лидер раунда уже может вместе со всеми подписями и в том числе своей уже агрегированный фит как бы писать внутрь. И контракт, внутри контракта очень много дополнительных проверок, чтобы цена не сильно отличалась между блоками и так далее. Но вот это пока работает так, скажем, не дистрибьютирует оракулы, они распределены, это разные акторы, разные люди, чтобы их взломать, необходимо действительно приложить огромные усилия, то есть это и social engineering и хакинг на уровне атаки сети всей. Но планы следующие, как раз таки в рамках того, чтобы сделать более децентралайз все, что связано с нейтрином, появился новый проект, который называется Gravity Protocol. и его особенность такая, что это попытка сделать дистрибьютирующую сеть оракулов, которая работает вообще без токена, которая работает с различными блокчейнами, как Waze, так и эфир, там Tron и любые другие блокчейны, которые интегрируются, так, чтобы это была единая система, но в ней не было токена. И вся работа оракулов заключалась в том, чтобы, условно говоря, зарабатывать токены тех платформ, с которыми она работает. Вот такой вот появился концепт, он оказался возможен, он сначала пришел в голову просто как давайте попробуем пресечить, но он оказался возможным. Мы его расписали, сейчас активно собираем фидбэк из различных комьюнити, партнеримся с различными организациями, которые, ну, либо являются блокчейнами, либо операторами блокчейна, и это некоторая новая ветка развития, которая сейчас у нас реализуется. То есть это Gravity Protocol для оракулов. Он решает две задачи. Во-первых, это дистрилизация самих оракулов нейтрина и других DeFi продуктов, которые появляются на Waze. но и возможность создавать gateway для токенов в разные стороны, которые через, собственно, этих же оракулов и будут работать. Словно говоря, нейтрина может выпускаться и на эфире, и попадать во все DeFi сервисы внутри, и даже через некоторые механики реализовать функциональность стейкинга. То есть это по факту будет такой как cross-chain D-up. И еще один момент такой, что наоборот, сервисы DeFi, которые в эфире, могут выходить в аудиторию Waves и также развиваться. Везде ключевое звено это оракула, которым плюс-минус можно доверять. И сейчас мы работаем в два направления. Одно из них это непосредственно работа с другими командами над улучшением самого протокола экономической модели по большей части или больше различных кейсов для его использования. А второе это инфраструктурный проект как Gravity, который позволяет тоже две задачи решить. Это вывести нейтрина в DeFi сервисы, в DeFi, скажем так, экосистемы других блокчейнов. Сейчас их, я так понял, две пока, очень популярных это эфир в основном, но и трон начинает себя там проявлять. Хотя джаз до сих пор менее, скажем так, капитализирован, чем нейтрина. Мы пока на втором месте держимся. Но я думаю, сейчас попробуем еще улучшить его и все-таки закрепимся в позиции. Ну и да, в целом открыто для того, чтобы разработчики приходили, контрибютили. И опять же, повторюсь, за любые интересные пропозалы, за любые, скажем так, предложения или MVP можно получить смело финансирование, поддержку как от Wave, так и от партнеров, которые в этом заинтересованы. со стороны. Слушай, а я правильно понял, что вот ты упомянул про то, что это протокол, поверх которого вы как раз хотите подключать какие-то дополнительные ассеты, которые тот или иной человек захочет добавлять. Можешь объяснить, как это работает? То есть, допустим, я хочу сделать свой стейблкоин, который фиксирован там, не знаю, акциям моей компании. Я могу каким-то образом, ну, в смысле, я так понял, что я могу каким-то образом поучаствовать в нейтрин для того, чтобы это сделать. Как это будет происходить? То есть, нейтрин, это же, получается, сейчас вы начинаете позиционировать скорее как протокол для создания стейблкоинов, чем непосредственно стейблкоины, по крайней мере, вот из тех статей, которые я читал, когда готовился к выпуску, вот там это примерно так было завязано. Как, собственно, мой вопрос, да, как это устроено? Два ответа на этот вопрос. Один из них, он достаточно простой, мы уже это экспериментировали, на самом деле, этот протокол может запускаться как есть. То есть, если ты не подключаешься к ликвидити пулу, который уже есть внутри нейтрина, то в целом нейтрин запрещает тебе сбилдить эти контракты и привязать цену не к доллару, а к любому активу. Но тогда у тебя будет как бы задача, связанная с тем, что у тебя будет, условно говоря, пустой ликвидити пул, и его нужно будет как-то раскачивать, у тебя будет своя версия вот этих вот раскачивать. А протокол позволяет это делать, и мы уже много раз это делали, у нас были специальные конкурсы, в которых люди там бразильский Реал выпускали, например. Но да, это как бы здесь и плюсы, и минусы. Минусы связаны с тем, что тогда как бы вся поддержка инфраструктуры, она как бы целиком на тебе, и оракула, и всего такого. Поэтому как протокол, он так уже работает, и уже им пользовались. Но как бы сложности здесь, они достаточно велики. И, наверное, стоит чуть подождать того момента, когда протокол сам станет платформой. То есть, когда тебе не нужно будет его просто там исходники поднимать и запускать, а когда у тебя появится уже в рамках этой уже структуры смарт-контрактов возможность быть имитентом других активов, да, там, конечно, уже необходимы механики говермента, безусловно, потому что, ну, любой токен или там любой актив, ну, нельзя его запускать, это очень рискованно, особенно, когда ты работаешь с общим ликвидити-пулом, да, который принадлежит всем, условно говоря, в этом участвующем. Поэтому здесь вначале будет прокачан говерментс-механизм того, чтобы голосовать, что можно, что нельзя, как можно, как нельзя, какие есть ограничения, вот, и, безусловно, любой такой выпуск, он должен как-то быть, скажем так, безопасен для контракта. То есть, если ты какую-то очень волатильную акцию или индекс пытаешься выпустить, то, естественно, тебе необходимо как бы, ну, у тебя какая-то своя модель, как ты там заработаешь, скорее всего, как брокер, то есть ты, скорее всего, будешь, ну, являться маркетмейкером, да, к тебе придут люди, там, начнут торговать этими деривативами, и ты, как бы, с этого будешь иметь прибыль, ровно как, ну, как обычный брокер. Вот, соответственно, тебе нужно заложить какое-то, как бы, гарантийное обеспечение, если ты будешь выпускать эти асты. И вот эти асты, это гарантийное обеспечение, как раз-таки и бейст-покены и есть. То есть те, что, ну, являются такими инструментами рекапитализации. Поэтому концепция вот такая. Есть некоторые описания, там, в блоге, там, в наших публикациях, и, на самом деле, появятся в ближайшем времени еще. Концептов много вокруг, три или четыре в ближайшие, там, месяцы будут готовы, и какой-то из них уже получит право на жизнь, там, в этом году. Да, слушай, это очень интересно. То есть, получается, вы на практике обкатываете тот самый DAO governance, который, мне кажется, в последнее время вообще является, ну, одной из самых популярных тем, уж в эфириуме точно. Ну, и, как вот мы сейчас видим, далеко не только в эфириуме, и вот у Waves, получается, тоже эта тема актуальна, и вы ее вот на практике пытаетесь реализовать, что, в общем, достаточно интересно. Тут у нас было достаточно большое количество философских вопросов вокруг того, насколько вообще DAO governance это жизнеспособная концепция, и насколько она в итоге разовьется во что-то, что будет там жить, существовать продолжительное время. Ну, я думаю, здесь время покажет. Ну, надо понимать, что у этого есть уже прецеденты готовые. То есть, во-первых, готовые прецеденты это непосредственно центральные банки, там, федеральная резервная система, да. Но все-таки, мне кажется, мы-то здесь как раз хотим перейти во что-то другое, а не пытаться сделать центральную, в смысле, ну, Центробанк только на блокчейне. Это, казалось бы, такая самоцель, ну, может быть, для кого-то интересная, но, мне кажется, мы все-таки здесь преследуем, может быть, другие какие-то вещи. Я понимаю, о чем ты, то есть, в любом случае здесь можно там, ну, двумя путями идти. Либо пытаться идти в светлый децентрализованный мир, либо пытаться там пилить какие-то проекты, которые имеют право на жизнь, потому что в них есть заинтересованные там лица, и просто оно понятно, как будет работать. Так что здесь, да, будет, ну, там, если приземлить это все, то, естественно, что так или иначе такие вещи надо рассматривать. Давай последний, наверное, мой вопрос. Спрошу. Это текущая стадия проекта, по твоим ощущениям, там, может быть, если ты можешь сказать какое-то количество пользователей, или какой-то стейк, который там сейчас есть нейтрин, ну, вот какие-то такие вещи. На текущий момент около 4 тысяч пользователей попробовали поработать напрямую со смарт-контрактом, то есть это как бы публичные данные, на них можно посмотреть за все время, это вот уникальные аккаунты. Никаких накруток я не замечал и сами этим не занимались, просто потому что, ну, во-первых, некогда, во-вторых, это всегда искажает, да, и интересно мониторить, что происходит. Поэтому, да, достаточно такой мейлстоун важный. Второе, это то, что сейчас это капитализация нейтрина где-то 15 миллионов на текущий момент и, ну, не останавливается в росте, и мы видим положительный эффект в целом на всю экосистему. И за счет второго проекта, который называется Gravity Hub, мы попытаемся как бы, ну, выйти за рамки непосредственно Waze экосистемы и стать открытыми для, в целом, для DeFi протоколов других, в том числе на Ethereum, на Trony и так далее. И на текущий момент я вижу, что пока есть еще над чем работать, то есть пока непосредственно сам по себе нейтринно-долларовый он в стадии бета, то есть там на стадии бета все, и контракты, и оракулы, и так далее. Есть над чем работать, и сам протокол, также еще пока не в финальной стадии. То есть мы стараемся разрабатывать его, исходя из той динамики, которую мы наблюдаем. То есть мы стараемся делать максимально быстрые релизы, если это не противоречит безопасности, если есть какие-то ищи, связанные с безопасностью, мы очень долго, скажем так, и тщательно, привлекая внешних аудиторов, мониторим, не сломали мы или что-то. Поэтому некоторые фичи очень долго появляются в продакшн. Но так или иначе, все, что мы пытаемся делать, это понимать фидбэк и двигаться от него. Потому что именно продакт-маркет-фид в данном случае самая важная вещь вообще. Это как некоторая правда. Можно сделать любой протокол, самому себе накачать, помпануть и так далее, но это как бы не жизнеспособно. Оно вот один раз произошло, какой-то хайп создался и все. А здесь мы скорее более на long-term нацелены на то, чтобы это было действительно рабочее решение и оно как бы развивалось самостоятельно. То есть оно было устойчивым и достаточно таким популярным. Долгоиграющим. Долгоиграющим, да. Хорошие слова. Ну что, Алексей, спасибо. Если у тебя есть, может быть, что-то прорекламировать, пожелать слушателям напоследок там рассказать, то сейчас отличный момент для этого. Да, большое спасибо, Сергей. Я всегда слушаю подкасты Basic Blog. На мой, наверное, на мой взгляд, это самый компетентный ресурс русскоязычной, посвященный технологии, действительно, каким-то там техническим анализом. Вот. Соответственно, очень рад был здесь, очень рад поделиться мыслями, поделиться тем, как мы видим развитие вообще индустрии. DeFi или Open Finance, я немножко не верю в DeFi, я верю в более, скажем так, глобальное движение, которое мы будем развивать. И, да, безусловно, есть призывы, есть призывы к тому, чтобы присоединяться к Open Source разработкам непосредственно как к Neutrino, так и к Gravity протокол, потому что Gravity протокол это вообще блокчейн-агностик протокол, и там есть некоторые решения, которые должны быть подвержены критике, должны быть подвержены экспериментам, и здесь, в целом, скорее, да, скорее призыв к тому, чтобы делиться фидбэком, делиться мыслями, и подключаться к разработке всех этих систем. Алексей, спасибо тебе большое. Что же, это был базовый блок, с нами был Алексей Пупышев, который рассказал нам про протокол Neutrino и немножечко про протокол Gravity, и вообще, на мой взгляд, это первый, наверное, альтернативный, полноценный альтернативный взгляд и подход к финансам на блокчейне после вот Мейкера, который мы уже обсуждали здесь кучу раз, и, наконец-то, мы обсудили вот этот подход немножечко с другой стороны, и как это можно сделать по-другому, что лично, на мой взгляд, очень прикольно и интересно, потому что такого у нас просто раньше не было, и это круто. Так что, спасибо тебе большое, у нас вообще здесь был уникальный случай, у нас впервые именно слушатели базового блока обратились к нам, типа, ге-гей, ребята, у нас есть что рассказать, давайте, зовите нас, и мы такие, сейчас найдем время и обязательно вас позовем, и вот, наконец, мы сумели найти возможность для этого выпуска. Дорогие слушатели, спасибо вам, что вы по-прежнему остаетесь с нами, это был базовый блог, слушайте нас в iTunes, в Google подкастах, заходите к нам на YouTube, заходите в чаты, в Telegram, мы каждый раз говорим про то, какой у нас крутой чат в Telegram, там отличные гости, отличное обсуждение, мы его стараемся успевать модерить как можем, но не всегда успеваем, потому что баталии там просто 24 на 7, по-моему, длятся, и ночью, и утром, некоторые люди спят по 4 часа встают, продолжают что-то писать в чаты, короче, очень интересно, ссылочку на RSS мы тоже обычно опубликуем в описании, обязательно добавим все ссылки от нашего гостя, естественно, и я думаю, что, Алексей, ты там ссылочки нам передай потом на различные open-source как раз проекты, мы их закрепим и если кому-то будет интересно, смогут подключиться. До следующих выпусков и пока!